Каждый год в 3-е воскресенье мая во всем мире отмечают День памяти жертв ВИЧ и СПИДа. В Черкесске на базе Индустриально-технологического колледжа во взаимодействии Центра по профилактике и борьбы со СПИДом, Республиканского наркологического диспансера и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии города Черкеска была организована квест-игра с весьма символическим названием «Найди себя». Ахмат Халкечев продолжит тему. Информационно-профилактическое мероприятие организаторы реализовали в формате квест-игры с целью достижения большей продуктивности. В игре принимают участие свыше 200 студентов, которые разделились на 9 команд. Ребятам предстоит пройти 4 станции. Задания и вопросы подготовлены специалистами взаимодействующих ведомств. Мероприятие очень интересное, активное. То есть они просто пришли и послушали лекцию, и дети, конечно, много информации получат. Самое главное, они будут участвовать сами, они к этому готовились. То есть всё, что будет задано, у них эти были темы, и они готовились к этому мероприятию. Организаторы отмечают, что первоочередная задача подобных мероприятий – снижение дискриминации и стигматизации людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Задания квест-игры рассчитаны на проверку логики, эрудированности и физической подготовки участников. Стремясь быть первыми, студенты даже не успевают перевести дыхание, когда приступают к вопросам интеллектуальной части. – Возвращение общей посуды. – Может ли это привести к заражению совместно с ВИЧ-инфицированным человеком использование посуды? – Совещайте. – Быстро совещайтесь, две секунды у вас. – Нет, нет, нет. – Молодцы, балл. Следующий. Как поведал медицинский психолог Республиканской инфекционно-клинической больницы Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Колесникова, в Карачаевой Черкесии за весь период регистрации зафиксировано 1100 человек с ВИЧ. Коварная инфекция забрала не одну сотню жизни. Ну а за первые три месяца текущего года на учёт поставлено 39 новых случаев. 11 человек скончались. Разумеется, если смотреть в разрезе статистики страны в целом, да и нашего северо-кавказского федерального округа, цифры небольшие. Но стремиться необходимо к нулевым показателям, резюмирует она. Каждый желающий может прийти, сдать кровь, в том числе анонимно и, самое главное, бесплатно. Можно приходить парами, если пара собирается вступить в брак или уже во взрослые отношения. Мы переехали, мы находимся теперь по новому адресу, проспект Ленина 330А. Это территория противотуберкулёзного диспансера. Набравшие наибольшее количество баллов и вошедшие в тройку лидеров команды, помимо грамот и дипломов, также были награждены и ценными призами. Ахмат Калкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.